Для использования наших биржевых программ, для получения полезной информации, в первую очередь, вам нужно сохранить ссылку нашего сайта. Правильное написание видим в данной строке www.butb.by. Те, кто работал на промышленно-потребительских товарах, бывает такое. Впереди стоят две букачки PP, соответственно, вы попадаете в секцию промышленно-потребительских товаров, но не в нашу. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, в написании www.butb.by. Страницу рекомендую сохранить для того, чтобы оперативно в следующий раз воспользоваться и быстро найти информацию. Для участников, которые не имеют электронной цифровой подписи, либо ваше предприятие не аккредитовано, вам необходимо будет обращаться в колл-центр. У нас есть управление по работе с клиентами и эти сотрудники, они перепринимают звонки, готовят вас к формированию пакета документов для того, чтобы аккредитовать вашу компанию и на сотрудника, либо нескольких сотрудников сгенерировать электронную цифровую подпись. Помним, что у нас оформление документов по электронной цифровой подписи, регистрация компании, процедура бесплатная. Количество электронных цифровых подписей может быть неограничено. Это также не влияет никак на стоимость. То есть пока это бесплатно. В перспективе говорить ничего не буду. Пока есть такая возможность, рекомендую провести аккредитацию своей компании и получить сколько вам нужно электронных цифровых подписей. Подпись действует максимальный срок 3 года. Поэтому, ну и всегда рекомендация. То есть делайте на максимальный срок. Вам это позволит работать на площадке как покупателям, так и продавцам. И думаю, и по всем секциям. То есть и лес, и металл, и сельхозпродукция, наши перспективные товары, также промышленно-потребительские товары. И также у нас есть еще импортозамещение, ну и так далее, и так далее. То есть у вас есть уникальная возможность пользоваться всеми программами и иметь доступ во все торги. Идем дальше. Значит, для того, чтобы найти полезную информацию по нашей секции, обратите внимание, у каждой секции есть свой раздел. Мы будем сегодня разбираться с перспективными товарами, поэтому переходим на страницу нашего управления. Опускаемся по странице ниже. Хотел ознакомить вас с разделом объявления. Значит, здесь размещаются актуальные изменения в какие-то нормативные документы биржи. Возможно, изменения по расписанию торгов в связи с переносами, какими-то праздниками. Поэтому читаем информацию, принимаем к сведению и работаем. Есть вкладочка «Программное обеспечение». Значит, для того, чтобы работать по нашей площадке, вам нужно будет две программы. С помощью одной вы подаете заявку, с помощью другой вы участвуете в торгах. Нужная для вас программа – это Oil Bitloader. Это загрузчик заявок. С помощью этой программы вы накануне, за день до торгов, подаете свою заявку. Таким образом, регистрируетесь на конкретную торговую сессию. С помощью второй программки Oil Trader вы, соответственно, приходите в день торгов и непосредственно принимаете участие. То есть покупатели видят свои лоты и они активируются, когда вы заходите в эту программу. Продавцы также, используя эту программу, заходят в программный комплекс и, соответственно, работают с интересными для них лотами. Программы здесь находятся в zip-архиве и нужно установить их на тот компьютер, на котором активирована электронно-цифровая подпись, потому как программы и подпись, они унифицированы между собой. Без этого, ну, просто вы не сможете воспользоваться программками. Инструкция по установке размещена здесь, руководство пользователя краткое, размещена здесь. Но я думаю, что актуальнее вам будет посмотреть видеоурок и как мы это будем с вами делать. С программой мы заканчиваем. Перейду на вкладку «Контакты». В контактах и обратной связи размещены номера телефонов сотрудников наших управлений. От руководителя до специалистов. У каждого есть рабочий номер телефона и один на всех адрес электронной почты. Сделано это умышленно, потому как почту, отправляя письмо, обращение на данный электронный адрес, все сотрудники получают одновременно. То есть пропустить вашу информацию мы чисто физически не можем, поэтому не смогли дозвониться, написали две строчки, оставили обязательно обратный контакт. Ну и с вами связывается сотрудник, который первый принял ваше обращение. Идем дальше. Значит, у нас в контактах отдельная вкладочка есть. Контакты маклеров. Почему отдельно? Потому как во время торгов, обращаю ваше внимание, вы имеете право и возможность общаться только с маклером. Маклер – это сотрудник нашего управления, который уходит в другое помещение и там проводит торги. Только он видит и покупателя, и продавца контролировать ваши действия согласно регламента и консультировать или как-то вас корректировать может только маклер. Поэтому, если у вас начались торги и у вас существует какой-то вопрос, какое-то обращение, звоним и обращаемся только к маклеру. Также в самом программном комплексе будет возможность написать и сообщение маклеру. То есть, если не смогли дозвониться, пишем сообщение. Маклер видит, от кого оно поступило, быстренько вам перезванивает и решает вашу проблему. Дальше. По расписанию торгов остановимся. Значит, учитывая то, что у нас есть и торги на внутренний рынок и внешний рынок, ваша вкладка будет «Внутренний рынок». Она в данный момент сейчас открыта. Торги у нас проходят полимерами, пленками, упаковкой по внутреннему рынку. Также, обратите внимание, у нас есть полимеры, пленки, упаковка с предоставлением образцов. Существует разница. Если торги просто полимерами, пленками, упаковкой, это закрытый процесс. То есть, покупатель и продавец до момента совершения сделки не видят друг друга. И только когда сделка совершается, то есть, она фиксируется программой, тогда открывается реестр, и в этом реестре видны контрагенты. То торговые сессии с предоставлением образцов проходят у нас открытым образом. То есть, заявки покупатель размещают информацию, куда нужно предоставить образцы, в какие сроки, в каком объеме и с какими сопроводительными документами. То есть, такие торги у нас тоже есть, поэтому для себя принимайте решение, в какие вам торги идти. Если у вас товар, который требует дополнительной проверки качества, либо у вас существует недоверие к товару, то есть, вы можете выбрать торги именно с предоставлением образцов. Образцы будут вами, как покупателям, исследованы, составлен акт, и в торги будет допущен только тот товар, который прошел испытание. Остановимся еще на одном моменте. Торги у нас проходят согласно расписанию, и смотрите, понедельник в 10 утра торги у нас проходят просто полимерами, и в среду в 10 утра. Напомню, с предоставлением образцов только в пятницу в 10 утра существуют правила и обязательства, единственные, которые нужны для того, чтобы попасть в торговую сессию. Предварительно за один рабочий день нужно подать заявки, как покупателям, так и продавцам. Для того, чтобы участвовать в торговой сессии, в понедельник покупатель должен накануне за один рабочий день создать свою заявку до 10 утра. То есть, если будет более понятна формулировка, за день до торгов до 10 утра, на продажу заявки создаются тоже за день, но до 16 часов. Это делается специально, почему? Потому что все заявки аккумулируются в отдельный файл и размещаются во вкладочке «Реестры заявок». Значит, такие же заявки создаются, аккумулируются и для продавцов, и также размещаются в этой вкладке. Поэтому, еще раз проговорю, единственным условием для того, чтобы принять участие в торговой сессии, вам нужно накануне успеть до срока вот этого, который указан в расписании, создать свою заявку на покупку. Точно так же для продавцов, свою заявку на продажу. Это ограничивается только минимальный срок до торговой сессии. Максимальный он не ограничивается. Вы сегодня можете создать заявку, например, на сессию, которая будет на следующей неделе или через неделю. То есть, этот срок не ограничивается. Повторюсь, ограничивается только минимальный срок до самой торговой сессии. На примере в среду мы также можем разобрать. Если в среду у нас состоятся торги, то крайний срок подачи заявки на покупку во вторник до 10 утра. Крайний срок подачи заявки на продажу до 16.00. Аналогичная ситуация у нас со смазочными материалами. Обратите внимание, но торги проходят у нас в среду в 10.00 и в пятницу в 10.00. И точно так же за день до торгов нужно успеть подать свои заявки. Важная информация у нас также размещена и во вкладочке товарная номенклатура. Можно посмотреть, ознакомиться с документом и понять, ваш товар принадлежит нашей секции или нет. У нас торгуются из полимеров первичные полимеры, то есть грануляты, либо порошки, согласно указанных кодов ТНВЭТ. И так же готовые изделия из этих первичных полимеров. То есть вы ориентировочно можете ознакомиться с тем перечнем товаров, которые торгуются именно по нашей секции. Хочу вернуться на смазочные материалы и давайте посмотрим, что у нас здесь. Такой же существует список, номенклатура тех масел, которые торгуются по нашей секции. Указаны коды ТНВЭТ и ориентировочное название наименования товаров. Соответственно, если вы не знакомы с этим ассортиментом, заходим, изучаем, смотрим, принимаем к сведению. Значит, я пояснил, что для информирования участников у нас сформируются два реестра. Один на покупку, второй на продажу. Реестр размещается всегда вот в этих вот вкладочках. Если вы хотите заранее увидеть за день до торгов, хотите увидеть, что именно выставлено на покупку или на продажу, вы заходите в этот файл, в реестр заявок, прокручиваем колесо вниз и обращаем внимание. Ну, хороший пример, немножко запоздалая цифра, 20-11, но когда размещается файл, появляется вот такая запись на покупку. Именно она означает наличие файла, с которым может работать продавец. То есть покупателям стоит подать заявку, которая будет саккумулирована в Excel-файл, и этот файл размещен на сайте. Продавцам стоит брать этот файл для работы, для предварительного анализа, что выставлено на покупку, ну и, соответственно, самим принимать решение, участвовать в этом процессе или нет. Я сейчас обновлю страницу, и, соответственно, 20-е число у нас исчезнет, просто чтобы наглядно вам показать, как это выглядит. Обратите внимание, у нас идет время, обратный отсчет до закрытия приема заявок. То есть это время до завтрашнего утра 10.00, то есть на покупку завтра закроется прием заявок в 10.00. Соответственно, покупателям осталось успеть только за 23 часа 37 минут подать свою заявку. Ну, а продавцам осталось время 1 день 5 часов 37 минут. Это подсказка для удобства пользования. Точно так же я напомню, вы можете подавать заявку на сессии 29.00, 4.00, 6.00. Биржевые торговли скажу сразу, документ объемный и его стоит хотя бы один раз прочитать, для того, чтобы понимать, что такое биржа, ее преимущества, приоритеты и для чего это вообще необходимо. Более важный документ, который я настоятельно рекомендую изучить, это регламент биржевых торгов по секциям. В данном случае мы рассматриваем наш регламент «Перспективные биржевые товары». В этом регламенте находится информация, которая, ну, это по сути инструкция, да, очень подробная инструкция, изучая которую вы будете уже четко понимать, какие у вас есть полномочия, какие у вас есть права и обязанности, какие лоты можно выставлять, что можно делать в каком-то определенном своем периоде, например. То есть это, как правило, один раз выучили, там, ну, сжатая информация, она где-то на 9 страниц, но ее обязательно нужно изучить, для того, чтобы с маклером во время вашего обращения корректно общаться на одном языке. Также рекомендую этот регламент дать руководителю на ознакомление, потому что бывают такие случаи, когда руководитель говорит «Я хочу», но, извините, такого пункта нет в регламенте. То есть есть общее правило для продавцов и для покупателей. И маклер жестко следит за их соблюдением. Если что-то будете делать не так, маклер будет вас отправлять на конкретный пункт, на изучение конкретного пункта регламента по нашей секции. С регламентом разобрались и остановимся еще на разделе 06 формы биржевых договоров и соглашений. Значит, также договоры есть для каждой секции и в нашем случае это перспективные биржевые товары. В случае, если покупатель у нас резидент Республики Беларусь, а продавец не резидент, объясняю для всех, вдруг кому-то пригодится. В этом случае автоматически будет формироваться договор импорта. Со словом импорт, обратите внимание. Если продавец и покупатель это резиденты Республики Беларусь, соответственно, в автоматическом варианте будет формироваться договор внутренний рынок. То есть данный документ формируется по одному вашему нажатию рукой. И этот документ не требует дополнительной работы по внесению информации в преамбулу, в реквизиты, либо информации о сделке, о товаре, его свойствах, характеристиках и условиях. Поэтому изучите, пожалуйста, заранее, ознакомьте юристов с формой биржевого договора. И также полезная информация для юристов. Иногда бывают такие предприятия, такие организации и юридические управления, которые формируют документ, который называется протокол разногласий. Скажу вам сразу, у нас вы не сможете даже его прикрепить в шаблонах. То есть когда будете работать после заключенной сделки, у вас нет шаблона протокола разногласий. У нас есть документ, договор по шаблону, договор не по шаблону, в котором должны быть согласованы все пункты. И вы должны быть уверены, что ваш контрагент по сделке тоже будет согласен с этими пунктами. Либо дополнительное соглашение. Есть условия, которые с помощью дополнительных соглашений можно менять. То есть продление сроков поставки, продление сроков оплаты, возможно базис поставки таким образом, чтобы это не отразилось на стоимости товара. И так далее, и так далее. Может изменения в реквизитах какие-то там по счетам. То есть все решается путем заключения дополнительного соглашения. С этим разделом мы с вами окончим. И важный ваш раздел это персональный. Либо кто-то называет его личный кабинет. То есть именно там будет после сделки находиться реестр. Это документ, который подтверждает сделку. Там вы будете формировать свой договор. И по необходимости там же будете делать и дополнительное соглашение к существующему вашему договору. С этим разделом мы с вами закончили. Ознакомились немножко с сайтом. И дальше хочу с вами пойти на уже демонстрацию торгов. После установки вот этих программ, такие же ярлыки появятся на рабочем столе. Мы с вами сейчас переключимся на рабочий стол. Так. И видим изображение. То есть одна программа, с помощью которой вы подаете предварительно заявку, я рекомендую ее поставить с левой стороны, чтобы соблюсти какую-то очередность. И сказать сразу, если мы делаем заявку, формируем заявку на завтрашние торги или там на торги на следующую неделю, то не стоит сразу бежать во вторую программу. То есть у нас торги не 24 на 7, не круглосуточные, а торги строго по расписанию. То есть вы создали заявку и в день торгов, вы помните, когда она будет за 5 минут до начала, вы заходите во вторую программу, которая называется Oil Trader. Давайте с вами сейчас будем подавать заявку в боевую, так сказать, версию, в рабочую, в реальные торги. Заходим в эту программу и здесь вы должны активироваться. То есть ввести с помощью электронной цифровой подписи, подтянутся ваши данные. Нажимаем слово File, подключаем базу данных, соответственно нажимаем торги. Здесь вводим электронную цифровую подпись свою в данном окне. Я ввожу свою, вы, конечно, будете вводить свою. Нажимаем Войти в торговую систему. Если все сделали верно, в верхней левой части в табличке появляются ваши данные. Дальше, вот здесь вы принимаете решение, в какой сессии вы будете участвовать. Открываем окно и видим, у нас есть варианты фильтрации. Если мы нажимаем по наименованию, соответственно, по первой букве алфавита отфильтровались все будущие сессии. Ближайшая сессия по полимерам, пленкам, упаковке у нас состоится 27 числа. Соответственно, вы выбираете эту сессию, она отображается здесь. Здесь загорается еще раз дата, время, открыт прием заявок. Обращайте, пожалуйста, внимание на эту запись. Если написано открыт прием заявок, у вас как у покупателя, так и у продавца есть возможность создать свою заявку. Я хочу показать вам два способа. Один быстрый способ, на тот случай, если вы найдете уже в поданных заявках, в чужих поданных заявках, что-то подобное, подобное на то, что нужно и вам. В данном случае мы будем делать такие действия. Нажимаем поданные заявки, выбираем направление. Если вы покупатель, например, выбираем покупка, соседнее окно просмотреть, выбираем все заявки и нажимаем пиктограммы черный бинокль, поиск. Обратите внимание, что у нас получилось. В данном случае отобразились заявки, которые у нас уже поданы на торговую сессию 27 числа. В правом нижнем углу количество 28, обратите внимание. Это говорит о том, что 28 заявок уже подано. То есть понятно, что у нас есть еще практически сутки для покупателей, для того, чтобы они успели подать заявки на свой товар. Я хочу показать вам еще раз акцентирую вариант быстрой подачи заявки. На тот случай, если есть уже товар, который кто-то подал. То есть мы можем взять чужую заявку и превратить ее в свою. Для того, чтобы не заполнять каждую ячейку по конкретному товару. Например, давайте посмотрим, как это делается. Выбирайте любой товар. Ну, конечно, тот, который нужен вам. Это я говорю в части покупателя. Будьте, пожалуйста, внимательны. Выбираем номер лота, так, чтобы подсветилось синим цветом. Дальше нажимаем пиктограмму, лист с карандашиком, редактировать. И сейчас эта заявка отобразится, но в единственном исполнении, но уже от вашего лица. Дальше. Возможно, вам нужен полистирол. Такой же альфа-пор, такой же марки, вспенивающийся. Аналоги вы не рассматриваете. Фасовка вас устраивает. Остается вам только поменять цену и, возможно, объем. Возможно, срок поставки или что-то еще дальше в этой таблице. А, возможно, вы рассмотрите полистирол, но другого наименования. Например, не альфа-пор. Вы можете зайти в эту ячейку, а выбрать какой-то другой товар. То есть, таким образом, мы на чужом фундаменте строим свою заявку. Уточнение наименования. Выбираем другую марку, код TNV, выбираем актуальный, вспенивающийся. Либо да, либо нет, либо вообще прочерк. То есть, в нашем справочнике существуют уже разные варианты товара. И этот справочник, он наполняется и актуализируется постоянно. Поэтому смотрим то, что предложено. Например, я выберу ударопрочный. Остановлюсь специально на ячейке «Закупка аналогов». Для покупателя очень важно указать, рассматриваете вы аналог или не рассматриваете. Если вы рассматриваете аналог, соответственно, вы ставите критерий, выбираете «Да». Что это дает? То есть, в ходе торговой сессии, в таком случае, вам продавцы имеют право и возможность предложить аналог. Именно в ходе торговой сессии я покажу, как это делается. Если же вы выбираете критерий «Нет», то в таком случае вы готовы, как покупатель, принять только указанный продукт. И больше ничего. Вам никакой продавец не может продать ничего другого. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно с «Закупкой аналогов». Если вам технические службы, сотрудники, технологи сказали, что «Да», к этому товару существуют аналоги, дали вам какой-то перечень или вообще не дали, мы можем рассмотреть как предприятие, то вы поставьте значение «Да». Если же «Нет», вам продадут только оригинал. Идем с вами дальше. Перетягиваем нашу таблицу. Дальше. Фасовка. Либо вы не знаете фасовку, вам все равно. Выбираете прочерк. Либо «Биг Бегги», либо «Мешки». Фасовка 25 кг. Идем дальше. Цена. Очень важная графа, к которой я всегда рекомендую ставить цену. Не рыночную, та, которая существует на сегодняшний день. По большому счету участие в торгах – это и есть определение рыночной цены. Поэтому не тратьте время, не ищите. Лучше поставьте здесь цену значительно ниже, чем в прошлой ваша закупка. Возможно, вы покупали не на бирже, возможно, покупали на бирже. Но лучше опуститься разумно ниже. Допустим, здесь стоит 5700. Давайте поставим с вами 4000. На что это влияет или что может произойти? В ходе торговой сессии вам в таком случае, если это нереальная рыночная цена, она очень низкая, вам в ходе торговой сессии будут предлагать делать встречное предложение с какими-то реальными цифрами. И это может быть предложение не от одного, а от двух, пяти и так далее продавцов. Таким образом, у вас, как у покупателя, будет возможность сориентироваться, сколько стоит товар именно сегодня, а не месяц назад, когда вы делали предыдущую закупку. Идем с вами дальше. Значит, тонны, единицы измерения. Ну, смотрите, что было унифицировано. Если здесь у нас килограммы, соответственно, здесь выберите, пожалуйста, килограммы. Если здесь у нас вы не знаете, вы можете выбрать прочерк, а здесь написать в тоннах. Смотрите, вот между этими ячейками существует взаимосвязь. Дальше. Объем. Указывайте, конечно, объем, который вам необходим. Допустим, вы выбрали 4 и 5 тонны, да? То есть смотрим. Это реальная ваша потребность, которую вам дали ваше подразделение структурное. Ставка НДС, соответственно, в стране действующая 20%. Вот эти ячейки считаются автоматически. Будьте, пожалуйста, внимательны. И в этих ячейках также есть шаг цены. Если торги у нас начнутся, то каждый последующий продавец будет снижаться в стоимости при своей ставочке на 44 рубля. То есть это ориентировочно 1% от стоимости за единицу продукции. Формула работает автоматически. Руками прописывать здесь ничего нельзя. Идем дальше. Срок поставки. Срок поставки всегда рекомендую выбирать с даты регистрации договора на бирже. Потому что пока биржа не зарегистрирует ваш договор, вы не можете как контрагенты, покупатель, либо продавец, осуществлять какие-либо действия. Потому что в этом случае ответственность лежит только на вас. Если же договор зарегистрировался на бирже, соответственно, дальше могут уже начинаться с вашей стороны исполнение обязательств. В части оплаты, в части отгрузки. Срок поставки. Выбирайте актуальный для вас. То есть есть от одного дня вариант и до 12 месяцев. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, давайте я выберу для примера 10 календарных дней. Обязательно нажимаем кнопочку «Сохранить». Информация зафиксировалась. Перетягиваем нашу таблицу вправо. Смотрим дальше. Следующая ячейка. В 99% у нас покупатели выбирают условия «Франко склад покупателя». Ну, это что подразумевает? Доставка товара до склада покупателя. То есть так, чтобы транспортные расходы, они где-то лежали глубоко в стоимости товара. Но отдельной строкой это указывать нельзя. «Франко склад покупателя» выбрали. Следующее окно. Здесь я вас прошу, пожалуйста, покупатели. Вы указываете. Брестская область, как и все остальные области, очень большие. Ну, я буду рассматривать на примере Бреста. Указывайте, пожалуйста, здесь еще и населенный пункт. Для того, чтобы продавцам было четко понятно, куда везти. То есть в данной графе можно указать любую информацию до населенного пункта. Нельзя указывать индекс, улицу и номер дома. Это очень важный момент. Потому что торги закрыты. Такая заявка может быть отклонена маклером и не допущена в торги. Соответственно, вы рискуете не присутствовать в торгах. Соответственно, не совершить покупку. Ну и, соответственно, вы сможете прийти только на следующую торговую сессию. Поэтому до населенного пункта, деревня, поселок, городского типа, там, да, или хутор писать можно. Улицу, дом писать нельзя. Идем дальше. Условия оплаты. Здесь предусмотрены разные варианты. И стоит остановиться на, наверное, рассмотреть все. Таблица разделена на две части. И при формировании данных условий оплаты мы можем рассмотреть. Предоплата. Обратите внимание, верхняя часть таблицы. И отсрочка платежа. Если у нас здесь стоит цифра 100, значит, подразумевается 100% предоплата. 25 банковских дней. Это очень много. Ставим, например, 2 за 2 банковских дня. И до начала поставки выбираем критерий. Сохраняем информацию. Читаем, что получилось. Предоплата 100% за весь объем товара за 2 банковских дня до начала поставки. Также информацию можно поменять. Вы можете здесь, в этом окне, вместо 100 поставить 0. И обратите внимание, у нас цифра 100 перешла в нижнюю часть таблицы. То есть, это уже отсрочка, 100% отсрочка, например, 10 дней. Нажимаем кнопку «Сохранить» и читаем. Отсрочка платежа 10 банковских дней. Очень хочу вам показать еще один интересный вариант, который нравится и покупателям, и продавцам. Оплата за согласованную партию. Тем самым, здесь ставим, например, цифру 100, срок за 3 дня до начала поставки. Нажимаем кнопку «Сохранить». Что здесь получается? Совершая большую сделку на большую сумму, покупатель может дробить свою работу по заявке. И выбирать какой-то нужный объем, например, на этой неделе. Соответственно, платить только за этот объем. И растянуть эту поставку, например, если у вас там 10 дней. Мы с вами критерий забивали. То есть, через каждые 3 дня вы можете платить за только согласованную партию. Покупатель не берет большую цифру, не вырывает с оборотки. А продавец ничем не рискует. Для него остается основное – это предоплата. Поступила предоплата, ушла машина с товаром. Поэтому, пожалуйста, вы можете пользоваться любым из вариантов, предлагаемых в этой таблице. За весь объем товара, за согласованную партию, за месячную партию. Не забывайте нажимать кнопку «Сохранить». В этом случае система фиксирует ваши условия. Дальше. Местонахождение товара. Вы можете не знать, где находится товар. И, в принципе, для вас это не важно. Вы написали «Франко-склад покупателя» и товар будет доставлен вам на склад. Источник финансирования. Покупатели всегда указывают собственные средства. И очень хочу остановиться на данном разделе «Дополнительная информация». Смотрите. Я рекомендую здесь указывать все те параметры, которые не вошли в предыдущие графы. Для чего? Может быть, кто-то хочет указать, допустим, стрейч-пленка, намотка 150 метров, вес 12 килограмм. Я формально накидываю вам варианты. Либо ширина рулона, либо толщина в микронах. Если касается смазочных материалов, это, может быть, допускается фасовка. Такой интересный момент. То есть, мне надо 200 литров какого-то масла. И продавец говорит, я привезу бочку. Но здесь вы можете указать фасовка по, например, 5 литров. То есть, соответственно, это поделится кратно вашему объему. И будет поставлено. То есть, либо допускается тара, там, литр, 5, 10, 20, 50. То есть, указывайте то, что для вас важно. Потому что доп. информация, она автоматически перейдет в спецификацию. И, соответственно, будет обязательно к исполнению. Может, некоторые здесь участники предлагают писать график поставки. То есть, партия, например, до такого-то числа. Вторая партия до такого-то числа. Кто-то здесь пишет нормативные документы. Какие-то важные критерии, которые необходимо соблюдать. Поэтому, пожалуйста, не стесняемся, пишем. Здесь, в этом разделе предусмотрено 4000 символов. И вы здесь можете разместить довольно-таки много полезной информации. Которая автоматически, напомню, переходит в спецификацию. И обязательно к исполнению. Поэтому, продавцы, также обращаю ваше внимание. Читаем внимательно дополнительные условия. И если вы соответствуете, да, то есть вы можете обеспечивать эти запросы. Тогда, в этом случае, вы можете продавать. Потому что потом могут возникнуть конфликтные ситуации. Я не прочитал, я не увидел. Но, извините, это писалось лично для вас. Срок действия заявки. Пожалуйста, указываем всегда дату проведения торгов. Если у нас торги 27.11. Соответственно, выбираем. Так, у нас 27.11. Выбираем. 27.11. Так, и после того, как мы заполнили все ячейки, нажимаем пиктограмму «Отправить». Я его называю «Планета Земля». Очень похоже. Вас система спрашивает. Выбрана заявок одну? Одна. Вы действительно хотите подать эту заявку в торговую сессию? Соответственно, нажимаете «Да». Я пока делать это не буду. Но покажу. Если у вас, например, одна или там несколько заявок. Как создать следующую? Это уже касается подачи заявки с нуля. То есть, не используя чужую. В этом случае, вы нажимаете «Лист с плюсиком». «Добавить». И у вас появляется новая строка. Сколько раз вы сюда нажмете, столько строк и образуется. И, соответственно, дальше вы начинаете заполнять. Например, вы заполнили одну позицию с полистиролом, но вам, например, надо еще АБС-пластик. Выбираете АБС-пластик. Соответственно, дальше заполняем графы. Выбираете «Покупка», если вы покупатель. Дальше выбираете «Наименование» или уточнение «Наименование» в «Гранулах». Дальше идем. Соответственно, заполняем каждую графу, которая у нас есть. Обратите внимание, что эта информация подтягивается из справочника. Я вам говорил. Справочник – это единый биржевой такой реестр товаров, в котором есть, соответственно, и наша группа. Выбираем какой-то свой АБС-пластик и идем заполняем информацию дальше. Видите, да? Соответственно, заполняем все графы до конца и делаем такую же процедуру в самом конце. Выбираем эту заявку, нажимаем «Отправить». Система спрашивает, вы выбрали одну? Нажимаете «Да». Смотрите, еще важный момент. У нас нет пакетной отправки. Вы можете создать, допустим, вот семь заявок, как указано здесь. И некоторые делают ошибку, нажимая только один раз. Отправится заявка, которая выделена синим цветом. Поэтому, прошу вас, выбираете конкретную заявку, нажимаем на «Отправить». Выбираем вторую заявку, нажимаем «Отправить». То есть, каждая отправляется индивидуально. Если вы хотите удалить свои заявки, такой функционал тоже есть. Нажимаем «Лист с крестиком». Заявочки у нас удаляются. Для продавца. Процедура, возможно, немножко легче. Но, хочу обратить ваше внимание. Давайте я покажу на примере технические масла. Продавец выбирает свою сессию. Ну, точно так же будут и выбирать покупатели. То есть, выбираем свою сессию. Техническое масло и смазки. В этом случае, смотрите, что мы делаем. Для того, чтобы просмотреть заявки. Заявки по полиэтиленам. Так, нет. Мы не так сессию выбрали, извините. Так, смазочное масло 24. А, завтра у нас, да, торговая сессия. Выбираем сессию. Направление на покупку. Выбираем все заявки. И так же нажимаем пиктограмму «Бинокль». Обратите внимание. По смазочным материалам. Правый нижний угол. 61 заявка уже подана на завтрашнюю торговую сессию. Продавцы, очень вас прошу. Пожалуйста, смотрим на вот эту, на колонку «Закупка аналогов». Если стоит значение «Да», в этом случае, согласно изменению в наш регламент, вы должны подать, есть желание у вас продать аналог, то в этом случае вы должны создать свою заявку на этот аналог. Раньше было немножечко по-другому. То есть, вы создавали любую заявку, а в торгах что-то предлагали. Сейчас схема так не работает. Если вы увидели значение «Да», вы выделяете эту заявку, превращаете ее в свою. Обратите внимание. Превращаете ее в свою. И вот будете менять информацию в этих ячейках. Например, вам нужен будет какой-то другой продукт. Ну и, соответственно, вы его поменяете. Давайте сделаем с вами. Выбрали заявку, нажали лист с карандашом. У вас она отобразилась. Но обратите внимание, вы продавец, а здесь стоит покупка. Вам надо зайти в эту графу, поменять на продажу. Зайти и предложить аналог. Сейчас предлагается продукт в оригинале «Острейд». Например, а вам, вы знаете, что аналог называется «Полипласт», например, да? Или «Лукойл» продукта. Выбираем «Лукойл». Дальше, видите, из справочника подтянулась информация. И дальше вы можете, конечно, в ячейках вот в этих что-то поменять. Вот в этих ячейках. Но по факту вам достаточно будет поменять источник финансирования. То есть вы продавец. Здесь неважная информация, поэтому выбираем пустое место. Дополнительные условия вообще лучше убрать. И сохранить срок действия заявки. То есть, опять же, мы с вами смотрим на 20... Завтра четвертое число. Смотрим вот сюда. Дата проведения торговой сессии 24-11. Соответственно, здесь выбираем 24-11. То есть, если вы таким образом создали заявку, также нажимаем на пиктограмму «Отправить». Система вас спросит «Да, отправляем». Теперь вернемся обратно. Если вы знаете, что на этот же продукт, на этот же продукт, существует еще какой-то аналог. Вы, опять же, можете взять и создать еще один аналог. То есть, поясню для вас. Из такого количества аналогов создается перечень, который у вас появляется техническая возможность предложить в ходе торговой сессии. Именно это и есть изменение в регламент, изменение в программный наш комплекс. Давайте с вами перейдем на демонстрацию самих торгов. И в данном случае вы используете программу, которая называется «Торги перспективными товарами» либо «Ойл Трейдер». Заходим. Когда покупатель заходит в свою программу, он видит такое изображение. Верхний левый угол, пожалуйста, внимательно. «Заявки», «Задаток», «Сообщения». В заявках вы всегда видите актуальные заявки, которые поданы покупателями, в том числе и вами. Ваши заявки, как покупатели, всегда отображаются на светлом фоне зеленый шрифт. Чужие заявки отображаются на сером фоне черный шрифт. В учебной версии предложены варианты и полимеров пленки упаковки, также и масла какие-то технические. Но по факту сессии у нас абсолютно разные. Это просто в обучении мы сделали так. Значит, также прошу вас обратить внимание на вкладку «Всего заявок 14». Это тестовые лоты. По факту их может быть и 40, и 50, и 250. Поэтому если вы здесь увидели цифру больше 35, здесь просто больше не помещается, то у вас есть необходимость перейти на страницы вправо либо влево. Либо сделать еще один удобный вариант покупателей. Можете отобразить свои на покупку. В этом случае останутся только ваши заявки, видите, на одной странице. И вас отпадает необходимость переходить либо на следующую страницу, либо на предыдущую. Также есть еще один вариант применения фильтров. В данной строке наименований вы можете просто написать пакет, если вы работаете с пакетами. В данном случае фильтруются все пакеты из общего количества участвующих лотов. То есть, возможно, вам интересно, по чем будет совершена и на каких условиях сделка у другого участника. То есть для вас это, по сути, получается мониторинг рынка. Мониторинг, то есть онлайн-котировка. Также, если вы работаете с АБС-пластиком, вы написали АБС. Нажимаем кнопку «Применить». У вас отфильтровались все АБС-пластики. Ваш на светлом фоне зеленый шрифт и в данном случае чужой лот. Такая же функция есть и у продавца. Обратите внимание, я сейчас нахожусь в комплексе продавца. Вы также можете написать, например, масло. Вам интересно работать с этим товаром. Вы занимаетесь каким-то определенным маслом. Нажимаете кнопку «Применить». Отфильтровались все масла. То есть пользуйтесь, пожалуйста, данным функционалом для того, чтобы не растеряться и быстро сориентироваться в этих лотах. Переходим с вами ко вкладке «Задаток». Задаток у нас отсутствует, поэтому для вас она не очень интересна, эта вкладка. Больше остановимся на вкладке «Сообщение». Как только она загорается красным цветом, вы обратили внимание, что она горела. Я сюда зашел, цвет изменился. Маклер вас согласно регламенту биржевых торгов. Я помню, я рекомендовал его изучить. И здесь маклер вас сопровождает. Он вас приветствует, говорит, на какой сессии вы присутствуете. Представляется, оставляет контактные телефоны, которые также есть на сайте. Он дублирует маклер и здесь в сообщении. Дальше он вас информирует о том, во сколько периодов проводятся торги. И название, и продолжительность каждого периода. То есть маклер вам помогает. Теряться вам нечего. То есть почитали сообщение, что-то непонятно, перечитайте, пожалуйста, еще раз. Если нужна будет помощь, в нижней части таблицы, вот в этом поле, вот здесь, вы можете написать сообщение. Мне нужна помощь по лоту номер такому-то. Маклер видит, от кого придет сообщение. Соответственно, вам перезванивает, вас консультирует. Прочитайте, пожалуйста, это сообщение. По обращению в ходе третьего периода участники торгов могут запросить у маклера дополнительные периоды. Это очень важный момент. Когда вам не хватает время для принятия решения, либо для согласования аналога, либо вы хотите сделать еще одно встречное предложение, более привлекательное для покупателя, тогда вам необходимо запросить у маклера дополнительные периоды. Делается это очень просто. Вы просто пишите сообщение. Пишите в нижней части в белом окошке. Прошу до периода. Отправляете сообщение маклеру. Я вам продемонстрирую, что маклер точно так же видит эти сообщения. Видите, загорается вкладка сообщения. Маклер обращает внимание, кто именно, и контактные данные связывается с вами при необходимости. Если нет, просто информирует всех участников. По обращению участника торгов будут назначены дополнительные периоды. Если вам фильтры больше не нужны, нажимаем кнопку очистить, у вас появляются все лоты. Напоминаю, пользуемся разными вариантами. Они предусмотрены для вашего удобства. Значит, напоминаю, у нас торги проходят в 4 периода. Первый период это первый. И все последующие не отчетные. Это периоды покупателей. То есть действуют только покупатели. В этом периоде покупатель может изменить свою цену. Я сейчас продемонстрирую, как покупатель может изменить цену первоначальную своего лота. Выбирая любой из этих лотов, необходимо нажать кнопку скорректировать с правой части экрана. И в раскрывающейся дополнительной таблице уже написана подробная информация. В нижней части на белом квадрате появляется цифра, которую вы можете изменить. Например, стартовые цены, которые вы выставили, это было 4200 за одну тонну товара. Но в данном случае руководитель вам, например, дал распоряжение поставить цену 4000. Просто вносите эту информацию в эту ячейку и нажимаете кнопку скорректировать лот 31. Вот эту кнопку. То же самое вы можете сделать и по другим лотам. Например, выбрали какой-то пакет полиэтиленовый, другой свой товар. Точно так же становимся в нижнюю часть поля. Допустим, вам эти пакеты нужны очень-очень срочно. И вы готовы поднять эту цену. Вы можете написать, например, тут 120 рублей за 1000 штук. И также нажимаем, фиксируем наше изменение нажатием кнопки скорректировать лот 34. Что в данном случае происходит? Я специально уйду на другие лоты и покажу вам. Покупатели, смотрим внимательно. У вас изменяется цвет шрифта с зеленого на синий. То же самое происходит и у продавца. Обратите внимание, 31 лот и 34 лот, видите, да? Изменился цвет шрифта. Для вас это сигнал к тому, что изменилась цена. Многие сейчас задают себе вопрос, а как нам запомнить? Здесь лотов 14, а может быть и 200. Я вам в этом случае предлагаю два варианта. Либо вернуться на сайт и скачать информацию, которая размещена там предварительно в Excel формате. Либо зайти в программу подачи заявок. И там также будет видна цена, начало торгов. Поэтому для вас это подсказка и аналитика. То есть в первом периоде, если вы изменили, увидели изменения по цвету, вы должны понимать, изменилась цена. Но только вот вверх изменилась или вниз вы можете проанализировать на основании предварительной информации, размещенной на сайте. В первом периоде больше покупатель не может делать ничего и продавец, соответственно, тоже не может больше делать ничего. Давайте перейдем с вами ко второму периоду. Во втором периоде действуют только продавцы. Продавцы могут делать встречное предложение на продажу по лотам, где стоит значение «Да». Обратите внимание, перед номером лота у нас появилась колонка «Аналоги». То есть если стоит значение «Да», то в этом периоде, который называется «Особый порядок первого периода торгов». То есть цифра «Первый» пусть вас не пугает, потому как именно торгов он первый. И время обратного отсчета вам говорит о том, сколько осталось времени до окончания текущего периода, ну и, соответственно, для ваших действий как продавцов. В данном случае, смотрите, что можно сделать. Вы увидели изменения по лоту, так? Соответственно, вы можете предложить свой аналог, исходя из списка, который вы формировали за день до торгов. Вы там создавали свою заявку, и поэтому сформированный списком вы можете пользоваться. Вы можете выбрать этот лот, нажать «Встречная заявка на продажу». Нажимаем кнопку «Предложить аналог» и обращаем внимание. Первое название, которое было указано покупателем, это HD03490PE. Но у нас есть аналоги, которые вы можете предложить. Список из вами предлагаемых до торгов. HD10530LB. Выбираем эту позицию. После нажатия на кнопку «Изменить товар» он должен измениться и здесь, в основном файле. Нажимаем «Изменить товар». Видите, он изменился. Только после этого вы можете перейти к изменению условий. Например, мы хотим поставить быстрее этот товар, не 20 дней, а можем предложить 10 дней. Нажимаем кнопку «Сохранить», информация фиксируется в этой строке. То есть сначала меняем аналог, например, потом информацию по другим ячейкам. После всех изменений вам необходимо зафиксировать их. Нажать на желтую кнопку «Подать заявку». Таким образом, в начале строки, видите, появились три синие стрелочки вправо. Их расшифровка есть в данном разделе с правой части экрана. «Очередь встречных заявок». Также у нас, смотрите, будут пиктограммы еще попадаться. Своя заявка на продажу и чужая заявка на продажу. Можно посмотреть все остальные расшифровки. Скорректированная заявка на покупку, изменение шрифта, то, что я вам говорил, и предложены товары-аналоги. То есть расшифровки пиктограмм у нас находятся здесь. Также можно предложить и еще один аналог. Выбираем «Предложить аналог». Выбираем, например, данный продукт, «Изменить товар». Изменился, видите? Меняем информацию в подсвеченных ячейках здесь. После этого вы можете предложить даже ниже цену. После этого фиксируем «Подать заявку на данный лот». Те же самые действия я сейчас выполню от другого продавца, для того, чтобы нам иметь общую картинку, что будет происходить и чьи аналоги одобрены, а чьи нет. Выбираю я тот же самый лот. Нажимаю «Встречная заявка на продажу». «Предложить аналог». Выбираю какой-то аналог. «Изменить товар». «Подать заявку». Также я еще раз хочу предложить аналог. Выбрать продукт. «Изменить товар». Меняю здесь информацию. Возможно, меняю цену. И нажимаю «Подать заявку». То есть фиксировать обязательно нужно. Фиксировать. Сворачиваем это поле. И то же самое мы можем действовать точно так же по всем лотам в этом периоде, где стоит признак «Да». Там, где стоит признак «Нет», обратите внимание, это касается и масел, и пленок, и полимеров, и упаковки. Вы можете выбрать этот лот и сразу нажать «Заявку на продажу». Если вы, конечно, готовы поставить 260 литров, допустим, масла компрессорного по 78 рублей, и, соответственно, на этих условиях. То есть завести Бронинскую область. Дальше. Дальше предоплата устраивает вас. Количество дней вы тоже можете соблюсти. Соответственно, вы нажимаете «Подать заявку на лот 43», и информация уходит у нас, начинается торг по этому лоту. То же самое вы можете сделать и с другими лотами. Выбираем лот. Вас все абсолютно устраивает. Вы сразу можете нажать «Подать заявку на лот 45». То есть вы таким образом можете действовать по лотам в этом периоде, где нету признака в данной графе. Видите? Где стоит признак «Нет». Где стоит признак «Да», вы можете только подавать встречное предложение на продажу. Я сейчас выступлю в роли продавца номер один. Вернусь к нему. И хочу вас немножечко ознакомить с внешним видом того, что вы видите, да, и как действовать, и что это означает. Помните, я вам говорил, синяя стрелка вверх, расшифровка находится с правой части экрана. Чужая заявка на продажу. То есть вы этот лот можете перебить, можете перехватить. Как это сделать? Выбираем этот лот, нажимаем «Заявка на продажу». И теперь внимательно смотрим. Сейчас лот у нас торгуется по 78 рублей за литр. Если вы как продавец хотите перебить участника, то обратите внимание, у нас есть раздел «Шаг цены». И он предусмотрен в размере 1% от стоимости лота. Нажимая на кнопку «Подать заявку на лот 43», мы обязаны будем исполнить в случае заключения сделки, да, по стоимости минус 78 копеек. То есть наша цена уже будет 77.22. То есть это и есть демонстрация торгов на понижение. Каждый последующий продавец, делая ставку на продажу, снижается в цене на шаг. Я сейчас это сделаю и теперь обратите внимание, как поменяется вот эта стрелка. Сейчас она синяя вверх, значит кто-то продает. Я нажимаю кнопку «Подать заявку на лот 43». Обратите внимание, стрелка изменилась. То есть я лот перебил и сейчас он уже торгуется, видите, по цене 77.22. То есть с учетом снижения на шаг. И этот процесс перебивания может длиться, пока кто-то из участников, из продавцов, ну, не остановится на какой-то цифре. Пока для него, грубо говоря, следующая ставка не будет убыточной. И сколько этот процесс длится, никто не знает. Хочу единственное сказать, что каждый раз, когда делается ставка, меняется цифра. То есть если участников у нас два и более, соответственно, будет эта цифра не один, например. Здесь у нас один участник продает лот. Сейчас он обторгуется, время окончится, лот отсюда исчезает и переходит во вкладку «Сделки». После того, как торг у нас еще продолжается, соответственно, и время текущего периода у нас будет автоматически добавляться. То есть пока идет торг по лоту, время текущего периода продляется. Я вас прошу обратить внимание сейчас на лот 45. Он отторговался. В данном случае он вроде бы куда-то исчез, но он появился в разделе «Сделки». Отдельная вкладка. Вы тут можете просмотреть как свои лоты, которые отторговались, так и чужие. Но вы по чужим не будете видеть контрагентов. По своим вы будете видеть контрагентов. Переходим с вами к периоду корректировки. В этом периоде корректировки у нас действуют только покупатели. Покупатели рассматривают встречные предложения, напомню, которые сделаны в предварительном периоде продавцами. Период длится 30 минут. И, пожалуйста, обращайте внимание, название периода всегда актуальное. У нас написано в верхней правой части таблицы. Стадия активен, то есть период начался. И время до окончания текущего периода. За это время покупатели должны успеть проследить все те заявки, которые им поступили. Либо принять, либо отклонить. Это очень важный момент. Поэтому покупатели, пожалуйста, внимательно. Выбираете лот, на который сделано встречное предложение. Об этом говорят синие стрелки вправо. Нажимаете кнопку с правой части экрана очередь встречных заявок. Дальше смотрим. У вас на данный момент, как у покупателя, есть 4 предложения с разным продуктом. Ваша первичная информация, она всегда размещена с правой части. То есть покупатель всегда справа. Ваше первоначальное название есть с правой части таблицы. И все предложения, которые вам пришли, они отображаются вот в этих строках. Видите? Переходя на каждое из предложений, вы можете их рассматривать. И ваши действия должны заключаться в том, чтобы либо допустить товар, либо отклонить товар аналог. Но если у вас 0.34.90.pe и вам предлагают то же самое. Вот она заявка. 0.34.90.pe. Здесь могли бы быть какие-то другие изменения. То есть все изменения подсвечиваются. Все ячейки, которые изменены, они подсвечиваются. Но в данном случае вам предлагают оригинал. И вы на него, например, согласны. Соответственно, вам нужно допустить товар аналог торгам по лоту. Нажимаем квадратик с галочкой. Система переспрашивает допустить встречную заявку. Вы пишете да. Фиксируете да. Дальше, например, вторая заявка. И вам этот товар, ну, технологи не согласовывают. Например, там оборудование не принимает такой полиэтилен, например. Или продукция получается в итоге некачественной. То есть вы работали раньше с этим товаром. Или, предположим, еще один вариант. Вы не знаете этого товара, соответственно, ему не доверяете. В этом случае из трех вариантов вы лучше напишите «Отклонить товар аналог». Зафиксируйте это. Вы не знаете, вы не доверяете, вам не нравится качество. Отклоняем эту заявку от торгов. Таким образом, вы можете проконтролировать каждое предложение. И, соответственно, участники, те, которые заявки отклонены, автоматически получают уведомление, что ваша заявка отклонена. Ваша встречная заявка с аналогом отклонена. В данном случае мне нравится, я как покупатель сейчас, согласованно данный аналог, я ставлю галочку «Допустить товар аналог к торгам». Нажимаю «Допустить». Видите, формируется таким образом список. А последний продукт, я его не знаю. В этом случае или он не нравится, или оборудование его не принимает. Это касается и масел, это касается и полиэтилена в пленок упаковки. То есть, я вам рассказываю принцип работы с предложенными аналогами. Этот товар мне тоже, допустим, не нравится, или по какой-то причине он технологами не одобрен. В этом случае я ставлю также «Отклонить товар аналог». Система переспрашивает, вы еще раз нажимаете «Отклонить». Таким образом, у вас сформировался уже список, что будет допущено, а что нет. Продавцы, пожалуйста, внимание, третий период. Я переключусь сейчас на ваш функционал и покажу вам, каким образом понять, одобрен ваш аналог или не ваш. Как только появилось изображение вот этих квадратов, это значит, есть товары аналоги. Одобренные, неодобренные и так далее. Поэтому, пожалуйста, как только появились квадраты, вы в этом периоде можете выбрать этот лот, нажать «Очередь встречных заявок» и откройте немножко шире таблицу, и становится все понятно. В данном случае, продавцы, внимание, у вас есть подсказка. Ваши встречные предложения на светлом фоне зеленый шрифт. Видите? Вот они. На светлом фоне зеленый шрифт. Чужие изображаются черным шрифтом на сером фоне. И в крайней колонке вы видите, что у вас вы предложили два аналога, но допустили только один. И у конкурента вашего продавца есть тоже два предложения аналога, но допущен только один. Именно сейчас, вот до конца третьего периода, я напомню вам, где находится наше сообщение, вы должны принять для себя решение. То есть, если вы готовы сделать еще какое-то предложение, вы можете запросить у маклера дополнительные периоды. И покупатели. Если вам вообще не поступили никакие предложения, например, я как покупатель ждал предложения по каким-то своим лотам. Мне критично важно, допустим, закупить масло компрессорное, но у нас третий период, и он как бы называем, он же предпоследний, но я жду предложения, мне очень нужен этот товар. Вы точно так можете скорректировать цену, как мы делали в первом периоде. Например, выбрали лот, нажимаем кнопку «Скорректировать» и изменяем цену, например, не 64, а 65. Таким образом, нажимаем кнопочку «Скорректировать лот». Вы можете спровоцировать внимание продавца на том, что есть лот, который не рассмотрен. Возможно, продавец не заметил, работал с другим товаром, но поднимая цену или опуская цену, вы можете спровоцировать внимание продавца и маклеру написать сообщение «Прошу», опять же, дополнительные периоды, «Прошу доп. периоды». Отправляете маклеру сообщение, маклер стандартно его видит, информирует всех участников и всегда доп. периоды назначаются парами. Дополнительный период торгов и дополнительный период корректировки. И только после этого наступает период торгов и подведения итогов. Теперь переходим мы к периоду торгов и подведения итогов. Его название всегда актуально написано здесь. «Стадия активен», «Время», «Обычное время» – это 10 минут до окончания периода. В этом случае что нужно сделать? Выбираете продавцы. Если вы хотите продать товар, который вам согласовали во встречных заявках, вы выбираете этот лот, например, 31, сделать заявку на продажу. Рассматриваем с вами вариант, когда вы действуете по согласованному аналогу, по одобренному аналогу. Нажимаем «Предложить аналог». Обратите внимание, есть оригинальное название и продукт, который одобрен. Выбираем 10, 530. Нажимаем «Изменить товар». Видите, изменился название. Нажимаем «Заявка на продажу». Таким образом осуществляется продажа согласованного аналога. Я сейчас выполню то же самое действие, но от другого продавца. Я выбираю «Заявка на продажу». Выбираю «Предложить аналог». Выбираю опять товар, который одобрен. Нажимаю «Изменить товар». Вот он зафиксировался. И нажимаю «Подать заявку на лот 31». Таким образом осуществляется продажа согласованного аналога. Одобренного аналога. Также продавцы могут теперь действовать и по другим лотам. Выбираем лот. Нажимаем «Заявка на продажу» по лоту 34. И смотрим остальные позиции. Также можем продавать все, что мы захотим. Картинка, которая будет формироваться у продавца номер 2, она может отличаться. Вы выбираете лот, допустим, тот, который хотите перебить. Но смотрим на шаг цены и понимаем, что сейчас лот продается по 65 рублей за литр. А при моем нажатии, как участника второго в этом лоте, я обязан буду исполнить договор по 64.35. Допустим, я согласен. Нажимаю. Об этом говорит, что я перебил. Зеленая стрелка вправо. То же самое я могу выступить продавцом по другому лоту, который также мне нравится. Мы пересмотрели, пересчитали с руководителем. Я также могу работать и по другому лоту. Также нажимаю «Заявка на продажу». И картинка у нас выглядит таким образом. У нас начинается торг по всем лотам. Ну, извините, не торг, а счет обратного времени. То есть кто-то называет его «Времени до совершения сделки», но по регламенту это называется «Время подачи заявки». То есть за это время вы, как участник, можете передумать, то есть снять свою встречную заявку, пока не закончились эти три минуты. Либо у вас может появиться конкурент, который также хочет участвовать в этом лоте и его перебивает. О появлении конкурента, напомню вам, говорит, во-первых, цифра 2, то есть два участника в торгах. И время начинается обратно от трех минут. Также идет изменение стрелки. Если у меня была сначала стрелочка «Своя заявка на продажу» в начале лота, помните, да, перед номером лота, то у меня потом появится чужая заявка на продажу, на тот случай, если меня кто-то перебьет. После того, как закончится время обратного отсчета, напомню, во-первых, оно может продлять время текущего периода, пока идет торг. Во-вторых, когда оно заканчивается, маклер вас проинформирует, что торговая сессия окончена. Прошу не забыть подписать в персональном разделе, это на сайте биржи, реестры, которые свидетельствуют о том, что сделка заключена на биржевых торгах. И после этого сессия закрывается. Уже возможность откатить ситуацию обратно, либо расторгнуть сделку у вас пропадает. То есть расторгнуть сделку можно, пока сессия не завершена, по обращению к маклеру. Вы можете позвонить маклеру об этом сказать, вы можете написать ему сообщение, он вас тоже по этим вопросам проконсультирует.